ПЕСНЯ В Троице в Владимирском соборе города Новосибирска состоялась божественная литургия в честь празднования Дня Крещения Руси. Богослужение возглавил бентрополит Новосибирский и Бердский Никодим. ПЕСНЯ Владыки сослужили епископ Искитимский Черепановский Лука, епископ Каинский Барабинский Феодосий, духовенство Новосибирской епархии и Троица Владимирского собора. По окончанию божественной литургии состоялся крестный ход вокруг храма и к памятнику святого равноапостольного князя Владимира, установленному прошлой осенью в честь 1030-летия Руси в Троицком сквере. В крестном ходе приняли участие и первые лица администрации области города. Владыка Никодим поздравил всех собравшихся в этот день на праздник с Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира и Днем Крещения Руси. Святой и благоверный князь Владимир, который обрел веру и стремился эту веру распространить по всем концам нашей Родины. Он является собой пример не только глубоко верующего человека, но прежде всего православного правителя. Правителя, который взаимоотношения свои с народом строит на основе православной веры, на основе нравственности и благочестия, помня о том, что милосердие превыше всякого закона. С любовью, как к своим детям, относится он подопечным, заботится о них и о богатом, и о бедном, и о старом, и о юном, о мужском и женском роде. Он стремится, чтобы его государство устраивалось на основах веры православной. И поэтому творит дела милосердия, поэтому прощает, назидает, заботится о духовном просвещении русского народа, соединяя воедину различные народности, чтобы образовалась Русь святая. И именно его, великого правителя, дипломата, учителя, мы и можем гордо назвать отцом народа нашего. А наш народ – это все те, кто говорит на русском языке, все те, кто верит в Бога, кто верен в Святой Православной Церкви. И ныне мы прославляем не просто угодника Божьего, но нашего православного покрови нам с родственного человека. Его же молитвами. Да Господь благословит и укрепит в вере православной землю русскую. В течение дня в Троицком сквере проходили народные гуляния, концерты творческих коллективов национальных культурных центров, мастер-классы для детей, ярмарка народных ремесел. Казанская икона Божьей Матери особо почитаемая в нашем храме. Только на Казанской иконе Божьей Матери Владимир Иисус Христос не на руках у Божьей Матери, а рядом стоит с ней и благословляет нас. Я вам расскажу историю обретения этой иконы. Житель Новосибирска Николай Сергеевич Царчев зарабатывал на жизнь тем, что ездил на Алтай и закупал у местных жителей мясо и орехи. Была снежная зима, стояли морозы. Именно в это время Николаю пришлось в очередной раз ехать на Алтай. В деревне Катанда, которая находилась неподалеку от горы Белухи, Николай зашел в один из дворов. Хозяин стоял и рубил мясо. Когда Николай подошел ближе, он уже снился. Хозяин стоял и рубил мясо на старинной, тяжелой иконе. Он ее использовал как доску для разделки мяса. Гость из Новосибирска забрал у Алтайца топор. Между мужчинами завязался спор. На шум прибежали соседи вооруженными карабинами. К счастью, все обошлось мирно. Хозяин дома согласился продать икону. Хорошо заплатив, Николай забрал старинный образ Пресвятой Богородицы. Икону почистили. Она была измазана жиром и изранена ударами топора. А в одном месте пробито пулей. Ее погрузили в большую грузовую машину. Машине предстоял обратный путь по зимней горной дороге. В одном месте, где дорога проходила над пропастью, машина попала в глубокий снег. Она наклонилась на большой скорости навык и ее потащила к пропасти. На краю пропасти машина чудом остановилась. Николай, опытный водитель, рассказывал, что эта ситуация была безнадежна. Только икона Божья Матерь, которая была с ним, спасла его. После спасения иконы Господь давал большое счастье семье Николаю. У него родилась долгожданная дочь. Икону отреставрировали и передали в наш храм. Перед ней горит неугасимая лампада. Божья Матерь слышит наши молитвы. Люди рассказывали, что получили перед ней чудесную помощь после молитвы перед этой иконой. Митрополит Новосибирский Бердский Никодим принял участие в церемонии вручения знамени региональной службе судебных приставов. Торжественная церемония прошла в камерном зале Государственной филармонии Новосибирска. Почетными гостями мероприятия стали представители областной городской администрации, службы судебных приставов и судейского сообщества. Открыл церемонию вручения знамени директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов. Главный судебный пристав Российской Федерации отметил, что сегодняшний день особенный для приставов. Сегодня особенный торжественный день для судебных приставов Новосибирской области. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области вручается знамя. Символ чести, доблести, единства и сплоченности. Митрополит Новосибирский Бердский Никодим объяснил значимость вручения региональной службы судебных приставов собственного знамени особым отношением русского человека к видимому символу своего служения. Сегодня мы становимся свидетелями важного события – вручения нашему региональному управлению службы судебных приставов собственного знамени. Святость русских знамен, штандартов, флагов объясняется тем, что по своему происхождению они связаны с церковными хорубами, теми священными изображениями, которые были на них. Именно поэтому знамя есть священные хорубь, под которые соединяются верные своему долгу воины. Обращаясь непосредственно к сотрудникам службы, архиерей отметил, насколько необходимо их служение для нормальной жизни общества. Вы служите законности, защищаете права граждан. Силовые ведомства, в том числе ваша служба, крайне необходимы для нормальной жизни общества. Знамя для каждого является напоминанием его верности Отечеству. Напоминанием о тех словах, которые человек произносил, присягая на верность. Слова присяги, священные слова. И взирая на знамя, пусть каждый вспоминает то, что он обязался совершать, как должен исполнять свою службу. Желаю по молитвам Небесного Покровителя службу судебных приставов, великомученика Федора Страдилата, успехов в вашей службе, крепкого здоровья и благословения от Господа. Благодарю за ваш непростой и нелегкий труд. И да хранит вас Господь. Преподобный Серафим Саровский – один из самых известных и почитаемых в России святых. Родился он в 1754 году в миру Прохор Машнин. В 1778 году вошел в число послушников в Саровской пустыне. За 8 лет прошел все стадии монастырского искуса и был рукоположен в монахи с именем Серафим. В 1793 году был рукоположен в иеромонахи, после чего ушел в пустыню, где все свободное время проводил в посте и молитвы. А затем взял на себя подвиги, молчальничество и затворничество. Выйдя из затвора, начал принимать у себя страждущих, утешая и наставляя их. В великие праздники у него могло находиться до нескольких тысяч человек. Преподобный Серафим Саровский приложил большие усилия для создания Дивеевской женской общины, в результате чего был создан Серафим-Одивеевский женский монастырь. Дни празднования памяти святого преподобного Серафима Саровского совершаются 1 августа и 15 января. Каргатский храмовый комплекс – один из самых красивых и богато украшенных в Новосибирской области. Отделка выполнена из натурального камня, стены расписаны в академическом стиле, территория вымощена гранитной брусчаткой, огорожена кованым забором. Входы на территорию, административные здания и храм украшают 11 мозаичных икон. Закладной камень в основании храма был освящен в 2010 году. В 2013 году храм был освящен. В день памяти святого пророка Божия Ильи в свято-илиинском храме города Каргата в честь престольного праздника состоялось архиерейское богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, глава Новосибирской митрополии. Владыки сослужили архиереи Новосибирской митрополии, епископ Карасохский и Ордынский Филипп и епископ Каинский и Барабинский Феодосий, а также духовенство Новосибирской и Каинской епархий. ПЕСНЯ В своей проповеди митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поздравил духовенство и прихожан храма с Днем Памяти Великого Святого, славного пророка Божия Ильи. Который являет нам образ того, как должно стоять за свою веру. Казалось бы, все против. И власти против истинной веры, и народ забывает истинную веру. А Он встает и обличает всех тех, кто не дает народу Божию исповедовать свою веру. Он совершает великие чудеса. Он совершает то, что нам казалось бы даже и невозможно совершить. Но Господь даровал Ему такое великое дерновение за Его великую веру. Владыка также отметил, что в нынешнее время, когда повсюду звучат призывы к толерантности, очень важно не бояться отстаивать свою веру. Мы живем с вами в сложные времена, когда нас призывают к толерантности. Толерантность – это медицинский термин. Толерантность – это значит, когда организм не сопротивляется инфекции. Когда организм умирает, не может бороться. Многие говорят нам, ну что вы обижаетесь на тех людей, которые гуляют православную веру, издеваются над чувствами верующих людей. Ведь они же тоже имеют право самовыражаться. Хорошо бы этим людям вспомнить, как бы они повели себя, когда пришли бы на могилу к своим близким, на это святое место, и вдруг увидели, что кто-то там творит какое бы непотребство. Как бы повели себя эти люди, как бы они стали отстаивать это место, изгонять этих хулиганов, призывать на помощь полицию, все различные службы, ведь их же оскорбили. Но ведь так же и нас оскорбляют, когда глумятся над святыми иконами, на святыми одеждами, над понятиями веры, чести, благочестия, морали. Это нас точно так же оскорбляет. Поэтому мы не должны бояться отстаивать свою точку зрения. Если мы говорим, что мы живем в демократическом государстве, это значит, что мы живем в том государстве, где недопустимо хулиганство, а свобода одного человека ограничивается правами другого человека. Уважая других, можно реализовать свою свободу. С уважением, с любовью, относясь к другим людям, не обижая, не унижая, не издеваясь над тем, что для них важно. В этот день мы собрались здесь, в этом храме, потому что сегодня здесь престольный день. Мы прославляли святаго пророка Илью и просили его, чтобы он умолил Господа благословить землю свою и даровать ей мир и благополучие. По окончании богослужения в честь престольного праздника состоялся крестный ход вокруг храма. Здравствуйте, братья и сестры! Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот какой вопрос. Совсем не могу молиться. В течение дня короткие молитвы читаю, своими славами Богу молюсь, а правила молитвенные вычитывать не могу. Внимание рассеивается, в сон клонит, все начинает отвлекать. К тому же к молитве быстро привыкаю. В том смысле, что если часто молюсь одной молитвой, получается механическое вычитывание, а не от сердца. Прежде всего, очень хорошо, что вы в течение дня ум в молитве держите. То есть вы такие краткие молитвы, периодически обращаетесь в краткой молитве, Иисусова молитва, Богородица, Дева радуйся. Замечательно. То, что к вечеру начинаете уставать, это тоже естественно. Поэтому, во-первых, вы стараетесь не тянуть до последнего. Не надо до 12 ночи молиться, уже спать ложусь. По времени молитесь. Время выберите в 21 или в 22.00. Отложили там, помолились. Ну и что-то можно доделать там. Не знаю, там что-то там. Белье развесить, сушиться там, я не знаю. Что-то собрать на завтра, там вещи какие-то. В чем завтра, то, что с собой взять надо, в чем пойдете. То есть какую-то еще небольшую работу выполнить можно. Но тогда вы будете четко готовы быть к этому. Во-первых, просто приступать к молитве тоже не всегда правильно. Тоже нужно сосредоточиться. Часто очень советуют в этом случае перед чтением молитвенного правила прочитать, например, главу из Евангелия. Спокойно, не торопясь, вот как-то расположиться, да, к Богу, к которому ты сейчас будешь обращаться в молитве. Если привыкаете к механистическому чтению одних и тех же молитв, ну, во-первых, вы знаете, попробуйте все-таки внимательно разобраться в этих молитвах. Вы точно вот эти молитвы вычитываете, или вы понимаете смысл прочитанных? Часто люди жалуются от других вопросов. Вот, отвлекаюсь на молитве, что делать? Ты вникай в смысл молитвы. Потому что очень часто спрашиваешь людей, они смысла молитвы не понимают. Может, нужно вернуться обратно к толковому молитвослову, разобраться в содержании молитвы, тогда отвлекаться не будешь. Да, собственно говоря, никто тебе не мешает и заменить ту или иную молитву ангелу-хранителю Божией Матери на молитвы, взятые из какого-то акафиста, канона. Ведь молитв огромное количество, на самом деле. Правила молитвенные можно наполнить молитвами необходимыми. Например, требуя, вот кто-то болеет, ты знаешь, нужно помолиться за кого-то. Вот там Николай, тот со святым, у которого имя человек носит, что-то нужда у него какая-то есть. Тогда у тебя молитва будет иметь колоссальный смысл для тебя лично. И для того, к кому ты обращаешься, ради кого ты молишься Богу. Поэтому старайтесь, чтобы смысл был в вашем, вот это вычитывание правила, которые тоже нужно выполнять. И старайтесь к нему подходить, готовиться и не откладывать до последнего мгновения. Еще один вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступать в отношении моей мамы. Она не выцерковлена. Стала сильно болеть, ее состояние ухудшается, она нервничает, раздражена, плачет. Как-то удалось в разговоре донести до нее мысли, что было бы легче справиться всем этим, если бы она решилась на исповедь. Попытки ранее были, но она не видит искренности в священнике, и это ее отталкивает. Игречно нет. По профессии она врач и считает, что быть равнодушным к пациенту неприемлемо. Замечательно, что есть такие еще врачи. Да и такие есть, конечно. Благо, что мама ваша такой человек. Вот беда, то, что она, может, ей мешает, то, что она врач. Почему она ей раздражается? Все же излечила, и вдруг сапожник без сапог. Сама заболела и не может справиться с болезнью. Кому-то бы обратиться, и снова она ищет человека, а не Бога. Ее не устраивает священник. Ее бы не устроила бы собственная жизнь. Это бы гораздо было бы важнее. А священник, что кран открыл, водичка потекла. Кран, может быть, очень из дорогого, из дорогой сантехники или из дешевой. Тебе вода нужна? И священники также. Ну, благо, если Господь пошлет по ее молитвам и духовника. Искренного, честного, переживающего ее участь. Ну, а остальные священники просто задерганы бесконечной монотонной службой, бесконечными обращениями к ним. Да, тоже устают. Да, тоже не всегда бывают. Не бываем. Мы всегда расположены к тем, кто к нам обращается. Да, мы люди. Мы тоже не грешим. Мы не святые. Вы святости ищите? Она у Бога. А люди грешные. Даже самые лучшие из нас. Поэтому надо мамочке напомнить, что она должна искать Бога. А священник пошлет Бога такого, какого надо ей на самом деле. Может быть, для ее смирения вот именно такой священник нерадивый ей нужен. Может быть, она в его нерадивости свои грехи увидит. Так что не оставляйте своих попыток мамочку спасти ее душу, убедить ее в необходимости жизни все-таки с Богом. Еще вопрос. Тоже о маме. Такой вопрос уж простите. Человек задал, я назвучиваю. Мы все, родственники, чувствуем, что она одержима. Мой самый страшный грех в том, что я не могу никак простить ее за содеянное. У меня есть старая молитва слов, в которой есть отчитка души от темных сил. Я сижу и читаю эту молитву каждую ночь. И свечи трещат, коптят. Я начинаю якать, что не дает мне продолжать молитву. Что мне делать? Я хочу спасти мамину душу, но никак не могу. Она в храм не ногой. Спасибо, Господи. Прежде всего перестать читать эту молитву. Потому что я не знаю, где вы ее взяли. Что это за молитва слов такой? Потому что, как правило, эти молитвы читаются по особому благословению. Даже священники не все его читают. Поэтому, прежде всего, это перестаньте делать. Потому что, знаете, выглядит, как в апостольском, в деяниях апостолов есть такая история, когда один волк, увидя, как именем Христа получают исцеление, тоже стал, как и апостол, говорить, я заклинаю вас тем богом, которого проповедует апостол Петр Павел. Он говорит, а, бесы говорят, да их-то мы знаем, а ты-то кто такой? Поэтому поаккуратнее с этим молитвами прежде всего. Во-вторых, может быть, не стоит мамочку обвинять в одержимости. Может, просто органическое поражение нервной системы, может, какое-то заболевание. Может, там что-то, прединсультное состояние, нарушение мозгового кровообращения. Уж прямо так одержимость. Давайте-ка вот с этим вопросом придите лично поговорить со священником. Потому что вот, а что делать? Продолжать молиться. Но молиться-то о спасении души, о приведении к церкви. Вот об этом нужно молиться прежде всего. А вы сразу уж начинаете с бесами бодаться. Подождите, не спешите. Надо все делать последовательно. Слишком это серьезный вопрос. Подойдите к священнику. Еще вопрос. У меня ситуация на работе. Пришел новый человек. Ей помогала привыкнуть, адаптироваться в новом коллективе, понимая, как это тяжело. Но теперь она меня пытается выжить, чувствуя ее сильные зависти, даже ненависть. Как мне правильно поступать? Не выживать ли ее в ответ? Я и не умею. Это не по-христиански. Понимая, что на светский человек, а я как верующая должна явить Христа и уступить. Но работу мне терять нельзя. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть заранее. Спасибо за ответ. Вы знаете, вот в таких случаях мне люди духовные советовали. Надо молиться о таких людях. Прямо такая необычная молитва. Спаси, Господи, и помилуй рабу Твою, и святым ее молитвам прости мне мои согрешения. Мне говорят, какие святые молитвы? Она такая мерзавка. Вот это без греха, что ли? Вот часто Господь посылает нам людей, которых мы в их грехах должны не их грехи видеть, а свое уродство, заметили, из зеркала. Мы вот, ну, беззаботились, да, ну, да, вот мы хотели как лучше, мы заботу правили. А нам в ответ, а нам что? А нам в ответ зло. Ну, так на крест Господень посмотрите, у вас на шее висит. Там Христа вообще распяли. Он людей пришел спасти, а и убили его. А мы не можем мало какой-то вот такой неприятности потерпеть. Молитесь за нее. Старайтесь ей оказывать благодеяние. Старайтесь ей побольше быть ей, совершенно искренне быть ей приветливой. Сами говорите, на светских человек. Бес ей рулит, а она не в состоянии, не понимает, чем она руководствуется. Ну, пожалеть надо человечка этого, совершенно искренне, носитесь к ней добродушно. Ну, и тогда проявится. Либо она сумеет перебороть в себе вот это чувство, устыдиться своего поведения, либо проявится это все еще и больше и больше. Ну, а там уже окружающим будет видно, кто из вас прав, а кто виноват. Поэтому старайтесь эту вот чистоту сердечную иметь, прежде всего, по отношению к этому человеку. А продолжайте быть по отношению к ней приветливой, заботливой и всячески помогать ей в дальнейшем нормальной жизни. А там Господь все устроит. Уверяю вас, если будете вести себя честно и искренне по совести, Господь устраивает ситуацию так, как будет спасительной вам и ей. Давайте обратимся к чтению Иоанна Иисуса, предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 9 главы Евангелия от Матфея. Вот тут тоже очень интересных два эпизода. Когда Господь шел по той земле, за ним следовало двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда он пришел в дом, слепые приступили к нему и говорили ему «Иисус, веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят «Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал им «Поверь ваше, да будет вам». И открылись глаза их, Иисус строго сказал им «Смотрите, чтобы никто не узнал». А не выйди, разгласили все о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изумным, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили «Он изгоняет бесов с силой князя бесовского Иисус, ходил по кородам и вселениям, участия на богах и проведая Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вот у нас сегодня были вопросы на это бесовское воздействие на человека. Вот снова мы это вот Евангелие встречаем. Да, бывает такая ситуация. Да, бывают люди одержимы, и справиться сами с этой проблемой они не могут. Тогда действительно необходимо обращаться к Богу. Но делать это нужно крайне осторожно. И делать нужно это с большим вниманием, сердечным и собственной сердечной чистотой. Потому что видите, как вот даже фарисеи-то, видя вроде явное чудо произошедшее, вот немой стал говорить, все нормально, писал, чем вменяемый человек. Это он силой князя бесовского сгоняет. Другой евангелист поясняет эту ситуацию, Господь укоряет их, да как же так может-то быть? Как же так? Так же не бывает. Нет. Пришел другой царь, царь славы, пришел Господь Спаситель мира. Пришел в этот мир, чтобы этот мир смог измениться. Если мы будем с Богом, мы начнем меняться. Мир вокруг нас начнет меняться. Для этого необходимы колоссальные молитвенно-духовные усилия. Но без Бога это невозможно. Без Бога мир будет рушиться только все дальше и падать во зло. Что мы сегодня наблюдаем в социуме, не только в нашей стране, а во всем мире земном? Где нет Бога, там происходит дикая совершенно вещь. Что вчера и говорить-то, даже и помыслить-то невозможно было. Сегодня становится притчевый язык почти нормой. Нас пытаются в этом, по крайней мере, убедить. И весь мир рушится в это зло. Вот беда-то какая. Господь может нам помочь. Вот первый отрывочек о слепых. Вот слепые ходили и умоляли. Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов. Они Его исповедуют Сыном Божьим. Они исповедуют Его тем самым Мессией, который пришел спасти мир. Называя Его Сыном Давидовым. Парадоксальная вещь. Слепые. Вот фарисеи ненавидят Христа, хотя вроде грамотные люди. Все же правильно делают. Но Христа не видят. А эти слепые сердцем своим почувствовали, что вот Он проходит мимо них, тот самый Мессия, пришедший спасти мир. Господь исцеляет их. Правда, просит их никому не говорите. Еще начало только Евангелия. Господь не хочет говорить о себе, рассказывать, являть себя миру явно, потому что это вызовет соблазн. Не все еще готовы принять Мессию, пришедшего в таком рабском виде. Господь говорит, никому не говорите. А они на радость пошли, все разгласили, что потом в дальнейшем стало поводом к осуждению Христа. Не всегда нужно и разглашать нам с вами о тех радостях, которые мы получаем. В жизни от Христа нужно быть терпеливым. Исповедуя Христа, Спасителя мира, надо хранить сердце, радость от общения с Ним. Помоги нам, Господи. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону. У нас новый теперь телефон. 221-49-04. Пожалуйста, в рабочее время звоните по этому телефону. 221-49-04. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»